Что такого видит этот сосредоточенный парень в футуристичных очках? Скорость и полет транслирует ему передатчик с квадрокоптера. Пилот наблюдает за происходящим в режиме реального времени и соответственно управляет дроном, получая видео с камеры. Весьма захватывающе. Авиатура SPV, First Person View, это переводится как вид от первого лица. Мы подключаем аппаратуру, бедроны и очки. Можно настраивать резкость, качество камеры. Гибкие настройки пилот подбирает под себя. Захар почти год увлекается гонками дронов. Подход, что к участию в соревновании, что к самому хобби, весьма философский. Занимаюсь, потому что мне это нравится. Мне нравится то, что нет у человека, что можно летать. Главное, как он говорит, не победа и даже не участие. Чем чаще вы летаете, тем лучше вы летаете. Это аксиома. Опыт, полученный за время соревнования, не потеряется и не иссякнет. Это самый ценный приз. Хотелось бы, конечно... Хочу, чтобы у нас гораздо больше площадок было для FPV-дронов. И они, несомненно, появятся. С этого года Ульяновская область вошла в список пилотных регионов, где откроют специализированные классы и центр практической подготовки в сфере беспилотных технологий. 17 школ и колледж оснастят для занятий по разработке, производству и эксплуатации беспилотников. Данное направление сегодня в нашей стране и в нашем регионе является достаточно актуальным, потому что дает возможность проявить те навыки, которые сейчас становятся достаточно востребованными. Это умение пилотировать, которое необходимо в различных сферах жизни. Это и в сельском хозяйстве, в экологии. Забота об окружающей среде сейчас не обходится без этого. В соревновании пилотам необходимо преодолеть трассу на скорости 100 км в час. С ее многочисленными виражами и препятствиями. Это самый молодой вид спорта Российской Федерации с апреля прошлого года. Он попал в реестр официальных видов спорта. И сегодня в регионе создано региональное отделение Федерации гонок дронов России. Соответственно, мы занимаемся организацией, проведением, популяризацией этого нового вида спорта, технологичного вида спорта. Состязались в трех дисциплинах. Симулятор гонок дронов, гонки на квадрокоптерах класс 75 мм и класс 200 мм. Захар говорил, что главное не победа, но взял и победил. С ним представлять наши регионы и тапках Кубка России в Самаре и Москве поедут еще два победителя. Дмитрий Ялынич и Егор Дергунов.